Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, что добавить лунку при посадке курцов, томатов, перцев, цветов, других культур, даже кабачков, для того, чтобы растения росли крепкие, здоровые, коренастые и абсолютно ничем не болея. Сегодня я высаживаю в открытый грунт. Конечно, в Сибири еще холодно, поэтому после посадки, если у вас холодно, я знаю, что в центральной части России уже тепло и грядет тридцатка, поэтому вы можете не накрывать. Знаю, что многие уже начали посадку в открытый грунт, поэтому что положить в лунку, для того, чтобы растение у нас, самое главное, быстро приживалось и самое главное, чтобы не болело. Я заметила, что если гниет корневая после посадки, то растение становится каким-то чахлым, плохо развивается, плохо растет, листики желтеют, в общем, выглядит не очень. И для этого, чтобы растение быстрее приживалось, его, конечно, лучше прямо во время посадки подкармливать. И сегодня я покажу, чем. Я буду не только кормить, но и опрыскивать, поэтому смотрите видео внимательно. Итак, первое удобрение это биочарс. Что же такое биочарс? Это древесный уголь из скорлупы грецких орехов с добавлением уксуса из скорлупы грецких орехов. Когда мы в уголь добавляем уксус, то получаем совершенно уникальные хилатные удобрения, которые очень хорошо проникают в почву. Плюс угля в том, что оно отпугивает вредителей. То есть, когда вы посадите нежную корневую систему в эту лунку, то на нее начнут посягать вредители, которые живут в этой земле и начнут лакомиться свежими нежными корешками. Так вот, если вы добавите биочарс, то никакой вредитель на вашу нежную корневую систему не посягнет. Итак, копаем лунку, сыпем биочарс, 2 столовые ложки на лунку или одну. Смотрите уже, насколько мощная, крепкая у вас рассада. Чем крупнее рассада, тем больше ложек. То есть, если у вас крупные помидоры, крупная рассада, то лучше добавить 2 столовые ложки в лунку. Если небольшие, например, как огурчики, лучше 1 столовую ложку. А также в биочарсе содержатся такие элементы, как бор, железо, марганец, калий, азот, фосфор. В общем, такие элементы, которые помогают от хлороза. Имейте это в виду. Я посадила огурчик. Огурчики, кстати, я заметила, что частая проблема огурцов во время пересадки рассады. Многие мне в комментариях об этом жаловались, что рассада огурцов у нас погибает. Так вот, почему она погибает? У меня тоже раньше такое было, что вот я посадила огурчики, и они погибают. А вся проблема в том, что выкапываешь, а у них корневой-то нет. А почему корневой нет? А ее съели. В грунте у нас есть жучки, червячки, ящерки у нас даже бегают, хотя они растения не едят. Но, тем не менее, если есть ящерицы в грунте, ну, бегают они, значит, есть что поесть. Это значит, червячки, жучки и прочая живность. Поэтому кладем в лунку при посадке отпугивающую, вредительную, какое-нибудь удобрение, которое вот, ну, никак они на вкус не переносят. Вот эти черви просто не едят уголь. А вы знаете, чем больше дождевых червей в грунте, тем вот они сильнее сидят вам, всю вот плодородную растительность, которую вы к ним посадите. И также, знаете, бывает такой момент, что появляется черная ножка после посадки. И чтобы такого не было, вы можете опудрить биочарсом ствол. Это стопроцентно работает. Я уже проверяла это на цветах, на пеларгониях, которые очень любят черную ножку. На огурцах проверяла, чтобы не появлялась черная ножка. Достаточно вот пальчиком взять, размазать на пальчиках и стволик обогнуть. Можно присыпать столовой ложечкой вокруг прям стволика. Вот вы полили, а потом лучше присыпать и оставить так, чтобы никакое насекомое, никакие вредители не посягали на вашу рассаду. Это на самом деле работает. Еще наши бабушки использовали уголь для того, чтобы наши растения росли крепкие, здоровые, не погибали. Итак, а теперь я вам покажу, чем опрыскать растение, чтобы оно легче приживало, чтобы снять стресс, чтобы не было пожелтения, листвы, чтобы растение было крепким и здоровым. Это древесный уксус из скорлупы грецких орехов. На самом деле это уникальный продукт, который содержит в себе азот, фосфор, калий и другие элементы, даже бор, железо, магний, который помогает от хлороза. Нам понадобится 2 столовые ложки на 1 литр воды. И растение опрыскиваем по листу. Запах есть у этого уксуса, такой дымчатый. Но на улице, я думаю, в этом нет проблем. Это отпугивает вообще всех вредителей. Белокрылку, тлю. Но для того, чтобы вообще ушла, надо постоянно обрабатывать. То есть хотя бы раз в неделю, чтобы вредители постоянно уходили. Имейте это в виду. Также я заметила уже по цветам. Зимой и весной я тестировала этот уксус на комнатных растениях. И заметила интересный факт, что благодаря этому опрыскиванию у растений активно начинают выходить боковые почки, боковые побеги. И растение быстрее развивается. Также завязи не опадают. Ну и конечно данный уксус снимает стресс у растения во время пересадки. Потому что не посягают вредители на растения. Оно быстрее адаптируется, если ему никто не мешает. Ну и также лучше растет. Вы наверное заметили, что благодаря древесному уксусу корневая лучше развивается. Микрофлора лучше развивается у самой почвы. Сколько раз опрыскивать? Если растения у вас ничем не болеют, но вы хотите в роли профилактики использовать данный уксус, то вы можете использовать один раз в две недели. Но если на растения посягают вредители, такие как тля, белокрылка и другие вредители, то лучше один раз в неделю. Иногда даже приходится чаще. Например, через каждые три дня. Например, чтобы избавиться от тли, приходится обрабатывать чаще. Я стараюсь на участке не иметь растения, которые едят тля. Исключением остается только вишня. Но и то на нижних листиках она заселяется. Их лучше обрезать, чем лечить тлю. На розах я использую жесткие препараты, которые нельзя употреблять в пищу. Типа октары. Если один раз полить октарой от тли, то растение не болеет вообще тлей весь сезон. Но такие продукты, если обработать, например, огурцы или капусту, то есть такие продукты уже нельзя. Поэтому используем что-нибудь натуральное, эффективное и рабочее. Например, как уксус из кропы грецких орехов. Поливать лучше всего и опрыскивать лучше всего в вечернее время, когда сядет солнце. Если вы будете опрыскивать, когда светит солнце, то могут быть ожоги. Поэтому помните об этом вечером. Я всегда опрыскиваю самые верхние листики и соединение грунта со стволиком. Для того, чтобы не было вот как раз вот этой черной ножки. Чтобы возле грунта, возле самих растений отпугивались вредители. Чтобы муравьи сами не заходили, например, на само растение. Хотя муравьи это отдельная тема. Я их отдельно... Вот смотрите, ящерка. Их настолько много, этих ящериц на участке. Прям вот интересно. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена. Подписывайтесь на мой канал.